В городе Атомщиков заложен Парк Победы. 9 мая на Кургане Славы впервые зажгли мемориальный огонь. Выработка электроэнергии Смоленской АЭС за 12 дней мая составила 773 миллионов киловатт-часов электроэнергии. Всего с начала года выработано более 7,8 миллиардов киловатт-часов. Сверх плана 128 миллионов киловатт-часов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. 6 мая по инициативе муниципалитета и Совета руководителей предприятий города прошла патриотическая акция, посвященная 75-летию Великой Победы. Более 150 саженцев высадили за мемориальным комплексом в память о героях Великой Отечественной войны и тружениках тыла. Курган Славы Десногорска – это символ победы и гордости, а также пример коллективного созидания, несмотря на эпидемическую обстановку. Озеренение территории мемориального комплекса «Курган Славы» – один из этапов патриотического проекта по реконструкции звезды и создания музея под открытым небом, который реализуется в Десногорске по инициативе жителей с 2019 года. Финансирует масштабную программу госкорпорации «Росатом» концерн «Росэнергоатом». И дождик прошел, и благостная погода, и люди пришли хорошие сюда. И сейчас посадим деревья, этот парк подымется, и вот это будет наша память о павшем в боях за защиту нашей руки. В акции приняли участие представители предприятий и организаций города, молодые атомщики, сотрудники администрации, волонтеры. В прошлом году высадили сквер с молодыми соснами, березами, канадскими дубами, рябинами, кленами и декоративными кустарниками. В будущем в Парке Победы сегодня высадили 89 канадских дубов и 64 ели, которые через несколько лет станут дополнением ансамбля обновленного мемориала. По проекту здесь запланировано 5 аллей. Также идет работа по наполнению экспонатами музея под открытым небом. Приоткрою занавес. Это легендарная «Катюша», это «Полуторка», это «Зенитка», это «Сорокапятка» и много-много еще экспонатов. Реализация проектов по реконструкции мемориала будет продолжаться. Знаковым событием 75-й годовщины Победы стало зажжение мемориального огня на Кургане Славы. Он был зажжен от вечного огня города-героя Смоленска куратором проектов «Мемориал Звезда» и музей под открытым небом Курган Славы, депутатом Смоленской областной думы Михаилом Лосенко. Церемония состоялась 9 мая в камерной обстановке. На ней присутствовали представители Совета руководителей предприятий города, при участии которых реализуются проекты реконструкции мемориала и создание музея под открытым небом. В память о бойцах, погибших в Великой Отечественной войне, на Кургане Славы прозвучали 75 ударов колокола. Колокол был установлен в рамках реконструкции «Звезды». Мы воспитаны на традициях наших отцов, дедов, на традициях тех, кто дал возможность нам сегодня жить под мирным небом. А сегодня мы отдали долг память нашим воинам, которые дали возможность нам сегодня здесь собраться. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленской АЭС. С важными событиями и жизнестанцией вы можете ознакомиться в разделе САЭС на сайте rosenergatom.ru, а также в официальной группе Смоленской АЭС в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. А я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова